Виктор Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с судьей городского суда Баканского-Щербаковой, которая попала в ДТП, отказалась от проходения мекосвидетельствования. Ну, давайте так. Я эту ситуацию знаю в объеме публикации сайта 19.Росинфо и немножко со слов работников судебного департамента, которые обращались в Минусинскую полицию, о том, что случилось ДТП, о том, что оба участника дорожного движения отрицают свою вину в совершении этого. происшествия. И, собственно говоря, и всего. С вашего сайта 19.Росинфо была публикация о том, что оба водителя трезвы были. Теперь откуда-то возникла ситуация, что кто-то из участников был в нетрезвом состоянии. Но речь идет о нашей судье. Вмешиваться в расследование, которое проводит Минусинская полиция, не могу. Лично я обратился в русском порядке к прокурору Красноярского края, чтобы они проконтролировали ход расследования вот этого предполагаемого правонарушения. Пока вина ни одного из участников процесса не установлена. И мне известно со слов заместителя прокурора Красноярского края о том, что по делу назначены две автотехнические экспертизы. Одна – Красноярского, одна – в руках. Других сведений не имею, в том числе и об опьянении судей Щербакова. Ну, кроме того, что я прочитал, конечно, тот рапорт, который был опубликован на сайте 19.рус.инфо, датированный двумя неделями спустя происшествия. Значит, такие рапорта, конечно, если бы я вел расследование, то меня вызвали сомнения. Но поскольку, значит, вот, собственно говоря, какие-то определенные претензии вроде предъявляются, особенно в комментариях к органам судейского сообщества в этой ситуации, то я их не приемлю, потому что вот когда что-то будет установлено, тогда мы и будем принимать меры. Сейчас любое наше любопытство и попытки узнать чего-то в Минусинской полиции приведут к тому, что нас обвинят в грубом вмешательстве, в расследовании этого происшествия. Поэтому не узнавали, не узнаем и не будем узнавать, пока не получим официального сообщения. Вот скажите, совсем недавно появилась информация, что сотрудники ВДТ, ДПС не имеют право по закону направлять на свидетельствование судей, как и прокурора. У меня вопрос, смотрите, а вот что касается, если именно не со стороны полиции, а со стороны именно судейского сообщества, внутри коллектива, есть какие-то дисциплинарные наказания? Ну, если вдруг попадет в судья. Я вам одно могу сказать, что у нас происшествия дорожные попадали в судей и неоднократно. И даже это в прошлом году было, и позапрошлом. Но они, вот эти расследования прошли спокойной, нормальной обстановки. Никто не шумел, журналисты не поинтересовались этими делами. И все, значит, закончилось нормальным расследованием. Это вот как раз мы, когда обсуждали вашу статью вчера, вот вечером с председателем Абаканского суда, значит, вот как раз и разговаривали. Лично я считаю, что судья, вне зависимости от того, имеет ли его там право направлять или не имеет, он сам должен пойти и прийти, если есть какое-то сомнение в этом. Вы понимаете, если вы когда-нибудь попадали в дорожно-транспортное происшествие или со слов других участников таких происшествий, знайте, что полиция вовсе и не во всех случаях обязана направлять на медицинское освидетельствование. Отправлять только тогда, когда есть сомнения, действительно, и вот по каким-то признакам там обнаруживаются эти признаки опинили. То есть на совесть? Вот. Ну, я бы вот сказал то, что сказал. Вот в предыдущих случаях, когда наши судьи подпадали в дорожное происшествие, они спокойно прошли медицинское освидетельствование. Но там, и вот там не шла речь о том, что они там пострадали физически. Здесь, насколько вот мне известно, с места происшествия судью везла скорая помощь. Я вообще, когда я в общем-то... Да, ну, а вообще мое отношение такое. Попал в ДТП судья, даже если тебя работники полиции не предлагают пройти медосвидетельствование, иди, пойди, сам попросить на эту медосвидетельность, чтобы потом вот так вот нам не огребать тем судейским сообществом. Я, почему задала вопрос? Потому что даже обыватели, кто зрители, они недоумевают, как появляются такие нововведения. Хотя для судей, да, они прописаны для того, чтобы не нарушать законы. Ну, вы знаете, пусть это на совести тех, кто это нововведение ввел, и на совести тех, кто это дело озвучил. Собственно говоря, закон о статусе судей, он не менялся в этом отношении, не менялся с 1992 года, с того момента, как он и был принят. Да, действительно, согласно закону о статусе судей, есть особый порядок привлечения не только судей, но и прокуроров, и депутатов к административной ответственности. Да, судья может быть привлечен к административной ответственности по представлению Генерального прокурора Российской Федерации. Поэтому сейчас пока расследование идет, если будет установлено, что судья в этом происшествии виноват, то полиция должна передать эти материалы в прокуратуру, в местную. Эти материалы должны дойти до Генеральной прокуратуры, и Генеральный прокурор, изучив их, может обратиться в тот орган, который обязан будет рассмотреть это дело. Вот. Ну, вот такой особый порядок. Его придумал законодатель. Во многих случаях, это правда, у нас есть масса примеров, когда пытаются и судьи, и прокуроров опорочить, подвести их под какую-то ответственность, под совершение какого-то правонарушения, и если просто из мести в связи со служебной деятельностью. Поэтому законодатель такую вот индульгенцию, не индульгенцию, собственно говоря, а предусмотрел особый порядок привлечения. А о том, что эта информация была вот так растиражирована, что там какие-то изменения в регламент, я думаю, что это как-то... Позвольте мне высказать мое предположение, что это связано с выборами президента Российской Федерации. Вот. Потому что вот власть плохая, она и судебная плохая, и поэтому надо показать, какие они нехорошие. Мы к этому отношению никакого не имеем к изменению этого регламента. Честное слово. И больше того, значит, говорил, буду говорить, на всех совещаниях с судьями говорю, попадайте в какое-нибудь происшествие, не надо никому врать, не надо ничего умалчивать. Попали, значит, сами пройдите и пройдите медосвидетельства. Виктор, вот в развитии темы, просто не от меня вопрос, мне поступил вопрос от моей коллегии, которая ведет итоговую программу, Марина Конодакова, вы знаете ее. Вот она прямо спрашивает буквально, я зачитаю СБС-ку. Комментарий ваш, она просит, видимо, свою программу, чтобы он был, может быть, более компактный, да, о том, как вы относитесь к разрешению, вот как она формулирует, как вы относитесь к разрешению судьям быть нетрезвыми за рулем в ваше отношении как гражданина и жителя Хакасии. Друг, нетрезвым за рулем нельзя быть никому, а судье тем паче. Мы, как говорится, в блюстителе закона, мы сами рассматриваем дела в отношении пьяных водителей, в том числе дела об административных правонарушениях. И уголовные дела, когда за повторное управление в нетрезвом состоянии привлекаются люди к уголовной ответственности после 364-й прибыли. То есть, мое отношение к этому крайне отрицательное. А на второй вопрос я отметил, если уже попал кто-то в автопроисшествие, то будьте любезны, во избежание кривотолков, сами попроситесь на медицинское освидетельствование, если даже вам не предлагают это работники полиции.